Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Друзья, предлагаю поднять тот за нашего гостя. И за твою семью, Штас. Спасибо, но у меня нет семьи. Как так? Так. Плохо. Хотя, я понимаю. Почему? Потому что вы в своей Европе на инквизиторских кострах всех своих красавиц подшигали, да? Одни у нас остались красавицы. Вот так. Слушай, ну, чё ты так знает, может ты тут найдешь свою шудьбу, понимаешь? Может. Что это? Ну, правда, Маша? Ага. А давай его с кем-нибудь познакомим. Давай. С Верой давай. Ты опять за свою. Ну, что ты заладила с этой Верой, а? Ну, сколько можно, Маш? Верой, Верой. Что он тебе покоя не дает, а? Вы… простите меня. Я, наверное, пойду. В смысле? Ну… Стас. Ну, спасибо, спасибо. Подожди. Петр, спасибо большое. Что не так? Стас, ну… Ну, я, во-первых, видимо, все-таки не кстати. Во-вторых, уже поздно, уже поздно. Стас, ну… Ну, у вас замечательный дом. Вас очень любитно. Маша, Верой, Стас. Спасибо огромное за прием. Пойду, пойду. Ну, куда ты пойдешь на ночь? Глянь, Стас, подожди. Ну, дом большой. Спи, где хочешь. Места много. Оставайся. Я отвезу тебя завтра, Стас. Нет, нет, нет. Петь, честное слово, мне надо завтра рано вставать. Черт, неловко получилось. Я… Ну, в чем дело, Маша? Ну, какая муха тебя укусила? Ладно, я понимаю, между нами уже происходит в последнее время что-то не то. Ну, это посторонний человек. Это же инвестор, проект, который я строить буду. Ни радушия никакого не дурится. Что ты молчишь? Ну, что ты молчишь, Маша? Чего ты раздрался? Станислав! Юля! А что вы здесь делаете так поздно? Я вам звонила, но у вас был отключен телефон. Да. Угу. Да. Разрядился. Напряженный был день. У вас что-то срочно или, может, до завтра подождать? Я просто хотела как можно скорее рассказать вам о той женщине, что вы просили узнать. Марии Староженко. Я ее нашла. Она юрист. Да. Ее муж хозяин строительной фирмы. Вам не интересно? Нет. Просто я уже все это знаю. Я ее сам нашел. А вы с ней виделись? Разговаривали? Юлечка, это личное. Давайте не будем об этом. Да, конечно. Извините. Тогда до свидания. Юля! Давайте, может… Прогуляемся. Подышим свежим воздухом. Если вас, конечно, никто не ждет. Никто не ждет. Давайте подышим. А что у вас за проект с этим Станиславом? Очень выгодный проект. Очень. Откажись. В смысле? Пожалуйста, откажись. Ты что? Маша, я не могу. Ты что? А если я тебя очень попрошу не сотрудничать с этим человеком? Я ничего не понимаю. Слушай, Маша, ты никогда не вмешивалась в мою работу. Я буду тебе очень благодарен, если ты не будешь что-то делать и впредь. Я тебя очень прошу. А если я попрошу тебя отказаться от выгодного клиента, лишь только потому, что он мне не нравится? Что ты мне на это ответишь? Я не знаю, чтобы я ответила. Я тебя сейчас прошу, откажись. Я в последнее время просто вообще перестаю тебя понимать. Ну, правда. А ты в последнее время немного врешь? Интересно. И в чем это я вру? Ты с Верой встречался? С Верой. Ну, встречался пару раз. Ну, сугубо деловая встреча. А что? Ничего. Спокойной ночи. Интересно, а кем вы мечтали стать в детстве? Когда вырастете? В детстве? Да я уже и не помню. Наверное, как все пацаны тогда. Летчиком-космонавтом. Ну, вообще, вы знаете, мне иногда кажется, что я до сих пор не знаю, кем я стану, когда вырасту. А вы? Кем вы мечтали стать? Не поверите. Милиционером. О! Неожиданный выбор для такой хрупкой девушки. И что же вам помешало? Просто я думала, что буду ловить преступников, мне выдадут пистолет, и я стану грозой бандитов. Даже пошло ближайшее дело страиваться на работу. Да вы что? И что? Оказалось, никакого пистолета, никаких погонь, сплошная писанина и канцелярия. Ну, получается, что в журналистике вы воплотили свою мечту о расследованиях? Да. Но со временем мне стали интересны не интриги, а люди. Вот мы и пришли. Это мой дом. Спасибо вам за прекрасный вечер. Это вам спасибо, Юленька. Спасибо вам огромное за эту прекрасную прогулку, за то, что я могу так просто и душевно разговаривать. Станислав, я, наверное, должна вам кое-что рассказать. И весь внимание. Нет, извините, все-таки не сегодня. До свидания. Спокойной ночи. Не могу поверить, что он жив. Подозрительно все это. Опасная ситуация. Не знаю. Не честно будет, если я не скажу Стасу, что у него есть дочь. А Насте, что отец жив и он здесь. Ну, как не сказать. А как я ему скажу, что я ее бросила? Не надо никому ничего рассказывать. У него нет никого родных. Так тебе его жалко? Неужели ты к нему испытываешь еще чувства? Не знаю. А как Настя? Говорит об отце? Ну, конечно, говорит. Спрашивает все время. Я тоже в свое время интересовалась, кто мой отец, где он, похожа ли я на него. Похожа. Если б ты знала, как вы похожи. Особенный характер. А где он, я не знаю. Да и странно мне было бы его разыскивать. Ведь это я его бросила. А ты действительно хочешь о нем узнать? Об отце? А что за отец? Какой отец? Да это долгая история. Ну, я в принципе не тороплюсь. Мы говорили об отце твоей мамы, твоем дедушке. Ух ты. И где он? Не знаю. Ну, не удивили. Ну, Настюш, а как там Саша? Он звонил? У него какие-то дела? Он тебе рассказывал? Не знаю. А как свадьба? Заявление уже подали? Нет. Маша, ну а ты что теперь будешь делать со Стасом? Я обязательно поговорю с ним. Потом. Садись давай. Давай. Я тебе еще раз повторяю. Я с этим волчонком под одной крышей жить не собираюсь. Ну, не кричи ты. Ну, проснется же. Я тебе уже говорил. Я принял решение, он будет жить с нами. Если тебе это не нравится, мы, конечно, можем съехать на квартиру. Какая квартира? Ну, все, тише, тише, садись. Если он не хочет, чтобы мы съезжали, ну, будь с ним помягче. Помягче? Ты видел, как он на меня вчера смотрел? Это ж зверье какое-то, а не ребенок. Мам. Я не зверье. Почему вы так со мной обращаетесь? Так, Кирилл, а что ты, руки грязные, не умывался? Бегом, давай. Умывайся и возвращайся, будем завтракать. Давай, давай, давай. Бегом, бегом, бегом. Я на работу опаздываю. Мам. Вот именно из-за него твоя Настя тебя и бросит. Послушай, как раз таки Настя меня поймет. Поймет она. Твоя Настя избалованная, непростая девушка. Сначала ей приемные родители во всем потакали, теперь родная мать носится с ней. Ты же сам говорил. Это не так. Настя многое пережила, и в связи с этим. Ну, именно. Она многое пережила. Зачем же ей еще переживать? Ты что, не понимаешь, что это, это ответственность? Это обязательство? И в конечном счете тебе придется выбирать или он, или она? Мы с Настей взрослые люди. И обо всем сможем договориться. За тебя просили одни очень влиятельные люди. Ты им нужен. И вот если они захотят, ты на нарах окажешься по щелчку пальцев. Ты понял? Понял, понял. А зачем я понадобился этим влиятельным людям? Твоя задача – помириться с Настей. Чего? Я… Она ненавидит меня и… Постарайся. Хорошо, постарайся. Не просто помириться, а внедриться в их новую семью. Какую семью? Я даже не знаю, где она живет. Зачем? Вот адрес и номер телефона. Вот это мой номер. Будешь каждый день звонить мне. Будешь отчитываться, понял? Ну, и запомни, этот отчет для тебя поважнее будет твоего обязательного отмечания в органах. Давай, садись на велик и чеши отсюда. Вы знаете, наверное, надо было сразу вам все рассказать. Дело в том, что Михаил Викторович действительно попросил меня за вами, так сказать… Следить. Присматривать. Мне это сразу не понравилось. Я вообще давно поняла, что он мутный тип. Зря я пошла к нему работать. Поэтому я решила уволиться. Можно глупый вопрос? А мы с вами будем общаться после того, как я уволюсь? А можно мне тоже глупый вопрос? Что, если я попрошу вас, пока не увольнятся? Я хочу попросить вас, чтобы вы проследили за Мишкой. И, пользуясь своими старыми журналистскими связями, порылись в его прошлом. Но вы ведь лучше знаете о его прошлом. Вы же друзья детства. Да, конечно. Но в нашей с ним дружбе очень много белых пятен. Меня интересует период, когда меня не было в стране. Я уверен, что у нас все получится. У санэпидемстанции, пожарных и всех остальных претензий нет. А управление образованием вообще в восторге от новаторств Жуковой. Я, честно говоря, не понимаю, зачем нам в это ввязываться. Наше дело — разводы, наследство, а тут какой-то интернат. Вообще неизвестно, кто стоит за этой фирмой. Так можно и вляпаться. А я разве прошу тебя этим заниматься, Макс? Так, значит, я свободен? Прекрасно. У меня завал с делами. Это некоторые могут личной жизнью заниматься. Да. Но в одном он прав. Нам надо выяснить, кто за этим стоит, чей там интерес, чьи там деньги. Как только это поймём, будем знать, что делать дальше. Ну, так как мы действуем? Ну, сейчас подъеду к твоей Жуковой, попытаюсь выяснить, кто именно приходил к ней с предложением. Ну, а там видно будет. Хорошо. Я провожу тебя. Света, извините, можно вас на минуту? Да. Да. Мне с вами кое-чем посоветоваться надо. Да, конечно. В общем, даже не знаю, с чего начать. Ну, начните с главного. Да. Я… Я забрал своего брата по отцу к себе, а наш отец и его мама. В общем, их уже нет. А его чуть не определили в интернат. И хотел попросить вас о помощи. Ему сейчас непросто, и с ним надо об этом поговорить. А как это сделать лучше, чтобы не навредить, я не знаю. Вы же в интернате выросли. Может быть, у вас лучше получится. Вы такой молодец. А вы Маше об этом говорили? Пока нет. А почему? Разве она не такая же детдомовская? Света, я пока только вам решился сказать, даже Настя ничего не говорил. Не знаю, как она отреагирует. Хорошо. Я подумаю, как вам можно помочь. Спасибо. Хорошего дня. Взаимно. Скажи, пожалуйста, у тебя все хорошо? Ты как-то очень странно себя ведешь. Да нет. Все хорошо. Да? А почему ты тогда не был на суде? Ты наверняка не знаешь, что Сергея выпустили. Прямо в зале суда. Подожди. Что значит выпустили? Как… Ну, как так? Я никто не ожидал этого. Все были в шоке. Я был уверен, что его посадят. Все были уверены. Ты… Ты не переживай, хорошо? Я тебя уверяю, все будет нормально. Ты так же в прошлый раз говорил. Ты понимаешь это? И пропал. То есть ты так неожиданно пропадаешь, до тебя не дозвониться никак. Ну, просто понимаешь, я очень сильно волновалась из-за этого. А ты… Да, я согласен. Трудись объяснить. У меня произошли обстоятельства, и именно об этом я хотел с тобой поговорить. Давай. Давай, я тебя слушаю. Ребят, давайте фоткаться! В общем… Смотри, какие красивые. Слушай, а ты знаешь, как его адвоката звали? Альберт. Что? Что-что? Альберт. Альберт Аполлинаревич. Ты не помнишь? Наш скелет в мединституте. Когда мы с тобой познакомились. Конечно помню. Слушай, какие они красивые. Ну, тоже такие люди. Обязательно. А мы только что в салон попросили. Зайдем? Давай. Насть. Петь, привет. Привет. Я недолго. Вер, ты прости меня. Я очень благодарен тебя за все. За помощь, поддержку. Но мы не сможем с тобой больше видеться. А что случилось? Да нет, ничего не случилось. Просто… Мне очень дорогие отношения с Машей. И мне очень дорогие мои отношения в семье. А Маша подозревает что-то. Нехорошо это все. Да и неправильно. Прости меня еще раз. Петь, я столько для тебя сделала. Петь, ты ж пожалеешь. А если ты заказчика потеряешь, ты разоришься. А разорюсь, значит так и будет. Поехали. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы записаны? А надо было записываться. Ну, это не страшно. Мы как раз получили новую коллекцию этого сезона из Франции и Италии. Можем вам что-нибудь подобрать? Да мы, наверное, пока сами посмотрим. Да, наверное, да. Прошу, проходите. Спасибо. Спасибо огромное. Боже, смотри, как же красивая. Как думаешь, мне пойдет? Ну, не знаю, примерь. Да. Ой-ой. Нельзя же, чтоб жених видел. Нельзя так деши. Деши тогда откладываем. Так а мы тогда здесь зачем? Прости, пожалуйста, меня просто безумно вот-вот. Страшно, я не переживаю, волнуюсь. Я все думаю, какой у нас будет жизнь после свадьбы. Есть ли жизнь после свадьбы? Нет ли жизни после свадьбы? Ау! Ау! Все хорошо. Ну, сначала, в принципе, все понятно. Да, у нас свадебное путешествие. Потом я учусь. И дальше вместе с тобой будем строить карьеру. А потом у нас неожиданно так втрубается ребенок. О, нет. Нет. Не так сразу. У меня вообще не получается находить общий язык с детьми. Вот с Катей сплошные проблемы. Знаешь, давай поживем пока на себя. Потом уже о детях подумать. Подожди, что случилось? Хорошо, да, я понял. Да, сейчас приеду. Давай, да, да. Извини, дома что-то случилось, я должен ехать. Прямо сейчас? Да, я… Извини. Подожди, подожди, подожди. Ау-у-у… Привет. Привет. А что такое? Жду самую красивую, оборожительную и любимую женщину. Для нее же и цветы. А еще у меня для тебя сюрприз. Ну, я надеюсь, приятный? Конечно. Надеюсь, очень приятный. Мы сейчас поедем в одно прекрасное место. И прямо сейчас. Ну, а девочки? А девочки с бабушкой. А завтра выходной. Угу. Поезжай за мной. За мной! А что происходит? Я не понимаю. Медовый месяц или… или что это, Петь? А что такое? Мы что, не можем себе устроить медовый месяц, когда хотим? Угу? Угу. А вообще, знаешь, Маша, я… Хочу попросить у тебя прощения. Я действительно виделся с Верой. Ну, а только судьба по делу, поверь. Больше этого не повторится. Я ее об этом предупредил. А еще я прекрасно понимаю, что плохо вел себя с Настей. И… Ты за это тоже меня прости. Я буду стараться. Потому что мне… Очень дороги наши отношения. И наша семья. Я очень тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Ну, за Веру ты мне ответишь. Так, девчонки, доедаем все и идем гулять в парк. Все вместе. В парк! Я на два часа отлучусь по работе, потом присоединюсь к вам. Хорошо. Настюр, а что ты нам ничего не рассказываешь? Что вы там запланировали с Сашей по поводу свадьбы? Как все будет происходить? Вы заявление подали уже? Нет, мы еще ничего не решили. Сколько можно одно и то же спрашивать? Извините. А за границей все пришлось начинать с нуля. Без денег и без уверенности в том, что покушение не повторится. Я не хотел подвергать тебе опасности. Подумал, ты молодая. Найдешь кого-то. Может, получится стать счастливой. Я стала счастливой. У меня замечательный муж. Он меня очень любит. У меня прекрасная семья. Я ничего не хочу менять в своей жизни. Маш, я приехал сюда по работе. Я не собираюсь влезать и ломать вам жизнь. Я хочу, чтобы ты уехал. Слышишь? Я хочу, чтобы ты уехал. Пожалуйста. Пожалуйста. Хорошо. Пожалуйста. Маша! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Я, собственно, не вижу смысла вашего участия. Я надеюсь, вы понимаете, что у меня остались не очень лестные воспоминания о нашем знакомстве. Вот из-за такого вздорного непримиримого характера у вас и нет нужных связей. Все на мою внучку перекинули. Надо было о ней тогда заботиться, когда отказ писали. Ну, знаете что? Еще хотел вам помочь. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ АНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Я тоже такие таблетки принимаю. Хоть в этом мы с вами похожи. Ну, да. Характер у меня, конечно, не ангельский. У меня тоже. Просто хотел бы выяснить, что за тип приходил к вам по делу интерната. Альфред, нет, Альберт. Я потом найду визитку. Значит, Мир? Мир. Ну, давайте отметим наше примирение. Ну, сходим, например, в ресторан. Ну, это куда ни ошибка. Да я сто лет в ресторане не бывалась. Да и я как-то тоже. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ты кому вообще веришь? В своей матери, которая всю жизнь честно проработала? Или вот этому вот малолетнему вору? Мам, я не вор. Молчи! Я не крал эти деньги. Мам, давай спокойно. Скажи мне, сколько там вообще было? Какая разница? Да хоть червонец! Дело принципа! В доме вор! Подожди, давай по порядку. Ну, почему ты вообще решила, что у тебя их украли? Может быть, ты переложила их куда-то и забыла? Послушай, ты что думаешь, что я вообще из ума выжила? Сегодня утром деньги были вот здесь, в этой вот книге! Мам! Я проверяла! Спокойно! Нельзя просто взять и обвинить человека в воровстве. Так, Кирилл, теперь ты. Наказывать тебя никто не будет. Ну, скажи мне честно, ты брал эти деньги? Да пошли вы оба! Ты смотри, нормально? От осинки не родятся апельсинки! Что мать его была шлюха бессовестная и воровка! Что, сынок, одна гнилая порода! А вы видели, когда в парке мы кормили уток, они от меня даже не отплывали? Видели? И от меня тоже не отплывали! Видели-видели! Видели! О! Я пойду рисовать! Я пойду фотки выложу! Я вижу классные кадры! Так что, вы все доели? Да! Так и идите! Оруч, помой, пожалуйста, Влада! Окей-окей-окей! Давай! Не знаю, что с Настей происходит. Она закрылась в твоей комнате! Да все понятно! У них с Сашей что-то происходит! Она же ничего не рассказывает! Ну, я и не буду спрашивать, не хочу! И не надо! Сколько раз пытались, она только еще больше в себе замыкается! Ну, да! Ладно! За тебя! Здравствуйте, Марья Сергеевна! Извините, что... Здорово! Может, тебя на секунду? Да, конечно! Что с тобой? Все нормально! Точно? Да, конечно! Может, с Настей что-то не так? Нет, все хорошо! Просто замотался немного! Скажи честно, у тебя проблемы? Да, проблемы! Просто я не уверен, что они нужны Насте! Ну, знаешь, когда люди любят друг друга, у них проблемы общие! Если хочешь, мне расскажи! Спасибо! Помогу! Ну, мы же не чужие люди! Спасибо, Марья Сергеевна! Ну, я сам как-то справлюсь! Ну, смотри! Это бухгалтерия? Хорошо! Ну, что? Нагонять за опоздание не получила? А, да нет! Вроде бы все нормально! Ну… Скажи, ты хоть спал сегодня? Ну… так… Ясно! А ел? Понятно! Хорошо! Давай так! Я сейчас бегаю за пониний кофе, а ты подожди меня тут! Хорошо? Да, хорошо! Привет! Привет! Ты к нам? Я к Саше! Он на звонки не отвечает! Видимо, что-то с телефоном! Он на месте? А, Настюш, ты, наверное, приходи позже! Ну, Саша, там завал по работе! Ну, ты же знаешь, какой Мария Сергеевна строгий руководитель! Подожди, ну, ты же ему скажешь, что я приходила? Ну, конечно! Ты извини, мне нужно бежать! В общем, так… На Мария уже кое-что накопала, но пока это все несущественно! Юленька! Я вам очень благодарен, но… У меня изменились обстоятельства, я вынужден уехать! Как уехать? Надолго? Насовсем! Если вы что-нибудь еще накопаете по мэру, свяжемся в интернет-режиме! И, конечно, я оплачу вам вашу работу! Оплатите! Я думала, мы стали друзьями! Извините! Почему? Почему вы уезжаете? Мое присутствие здесь по работе, ну, совершенно излишне и… Так не пойдет! Вы не договариваете! Маша попросила меня уехать! Что? Почему? Мы… Очень тесно связаны с ее мужем по работе, и Маша… Видимо, не хочет, чтобы он узнал, что… Она когда-то… Любила меня! Вы извините, но это звучит как бред! Мы же все, мы взрослые люди, и сейчас не восемнадцатый век, и… Да мало ли что у кого когда-то было! Послушайте, а может быть, она просто боится, что между вами снова что-то начнется? Перестаньте! Вы что… Она любит мужа! У них дети и… Все-таки это странно! Она явно что-то скрывает! Юленька… Вас сейчас говорит журналист… Я просто не люблю людей, которым наплевать на чувства других… Михаил Викторович, мне все же хотелось бы прояснить, мы до сих пор не получили оговоренную сумму на строительство… Меня же вам порекомендовала Вера, а у нас сейчас с ней возник конфликт, и я подумал, может быть из-за этого вы… Да нет, ну что, ну кто вам такое сказал? У вас прекрасная фирма, я же видел ваши работы… Ну, Петр Владимирович, ну а я что? Я… Я же мэр, мне просто хочется, чтобы в городе был развлекательный центр, европейского уровня… А инвесторы очень хвалят вашу работу… А, то есть, значит все в порядке? Деньги будут? Не факт… Вот в этом и есть проблемка, я боюсь, что она инвестору не понравится… Петр Владимирович, понимаете, на территории, предназначенной под строительство, стоит интернат старый… Так… И по каким-то для меня непонятным стечением обстоятельств, ваша супруга проводит незаконные действия… Она просто мешает стройке… А вы не в курсе? Ну, директор там Жукова… Господи… Ваша и воспитанница… Петр Владимирович, дорогой… Я вас очень прошу, пожалуйста, поговорите со своей супругой… Ну и объясните, что это здание старое, оно упадет само… А мы деткам построим новый интернат с кроватями, с футбольным полем, с жакузи… Ну, городу же нужен развлекательный центр… Да, боюсь, она меня слушать не захочет… Жаль… Жаль… Коньячку не хотите? Что? Коньячку… А, нет, спасибо… Правильно, я тоже не пью… Я пойду… Вас проводят… А можешь сказку рассказать? Ах… Ну, слушай… В некотором царстве, в некотором государстве… Жили-были… Добрый рыцарь… И его… Дама-сердце… Принцесса… Они любили друг друга… И… Потом… Рыцарь вдруг стал скрытным… Молчаливым… А она все никак не могла понять, что же с ним происходит… Почему он… Так себя ведет… О чем он думает… Она все слала ему эсмэски… А он на них не отвечал… Какие же в царстве могут быть эсмэски? Ну, какие-какие… Голубями… Почтовыми голубями… Она слала ему почтовых голубей… А… А почему она не пришла в его царство и не спросила сама? Точно… Ты молодец… Надо пойти и все узнать самой… Верно… Это что такое? Добрый вечер, Марья Сергеевна… Вас просят… Прекратить защиту интерната… Ну, исключено… Машину покиньте, пожалуйста… Хорошо, как скажете… Тогда это вам… Красивые фотографии получились… Приятных впечатлений… Здравствуйте, Валентина Андреевна… Здравствуйте… Я к Саше… А Саше нет… Можно я его тогда у вас подожду? Нельзя… Мне просто очень нужно с ним поговорить… Просто я сейчас иду в магазин, а потом к подруге… Ладно… Извините… До свидания, Настенька… А что, кто-то приходил? Не твое дело… Свалился на мою голову… Господи, кто так колет? Нет… Я понял, почему вы такая злая… Мой папа, наверное, вам очень больно сделал… Психолог… Ты мне лучше скажи, зачем деньги мои украл? Да не брал я ваши деньги… Ты из меня дура-то не делай! Вся жизнь у меня тогда рухнула… Я за папой твоего… Я за папой… Да… Что? Я за папой… Не знаю… Я за папой… Ага… Разве… Я за папой… Я за папой… Кто это… У меня такое… Огромное рассечение на лбу… И кровище… Хлещет… 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 Ты хлакал? Я ничего не видел. Не думаю, всё в жильстве. Маша, у тебя всё в порядке? Да. Я просто устала. Поставь-то. Настя пришла. Предложила её ужинать, а она отказалась. Пустите, она всех разочтёт. Я ничего не понимаю. Кто-нибудь может объяснить, что с ним происходит? Ой, я знаю. У неё был рыцарь, и он её разлюбил. Ах, вот оно что. Ясно. Ну, налетай. Маша, я хотел поговорить о новом проекте своём. А потом подумал. Ты поспи, отдохни. А завтра поговорим. Да? Да. Давай завтра. Хорошо. Приятного аппетита, девчонки. Вам тоже. Вам тоже. Налить? Нет. Маша, ты что, даже не ложилась? Нет. Ну, что с тобой? Петь, мне надо тебе что-то сказать. Поскажи, конечно. Что, Маша? Дело в том, что Стас… Стас… Что Стас? Стас – это отец Насти. Нет. Да. Уграю не является воскомнельцей.